А кактусы почему-то на друкуна не нападают. А на гонщика они тоже не нападают. Кактусы, чё с вами стало? Всем привет! Вы на канале Фантомасик, и это уже 30-ая серия по игре Don't Starve Shipwrecked. В прошлый раз я построил крутую ферму дерева и сходил за кактусами. Сегодня же я в очередной раз позабавлюсь Крякиным. Наконец-то начну работать с магией и строить базу на воде. С Крякиным мы уже давно знакомы и знаем, что больше проблем составит его призвать, нежели убить. Хотя на всякий случай я сплаваю за рыбой меч и сделаю ещё одну абордажную саблю. А заодно не помешало бы починить коралловую лодку и не глядя смастерить комплект для ремонта лодки. Вон у меня как раз-таки куча досок валяются. Просто-напросто на земле. И дерево тоже. Хм, как-то это всё странно. Ах, да, сейчас же лето. Блин, Паким, отстань от меня. Мне надо охладить свой пыл, а иначе я разогреюсь и тебя прибью нафиг. Я только сейчас заметил, что из еды у меня есть лишь кофе, поэтому надо себе что-нибудь приготовить. Дифтельку я смогу себе только приготовить. У меня мяса больше нету, оно всё сгнило. Да ладно. Пакимчик, у тебя есть мясо? Нет, нету у тебя мяса. Вообще, знаешь, как ты обнаглел? Бьёшь меня, да и только. За это я тебя тоже прибью, понял? Настало время твоей гары. Надоел ты мне, вот серьёзно, так надоел. Всё, прощай. Пофиг, что я лишился девяти обсидиана. Главное, что ко мне скоро придёт новый друг. Э, пучки, подойдите, пожалуйста, ко мне. Вот прям вот так, да. А, кривожоп. Нет, они дубины. Это уж каким надо быть тилотом, чтобы так сделать, а? Решил себе, значит, мясо добыть. Подожгите ещё мой рюкзак. Спасибо вам. Божечки, кошечки. Я не могу. Ну вот вообще, куда мы профессионализм весь делся, а? Знаете, как это неприятно, когда ты ходишь отравленным. А самое главное, у тебя весь инвентарь переполнен. Ой, королева, привет. Тебя-то точно тут не хватало. Вы, главное, не трогайте меня. Идите по домам, пожалуйста. У меня тут своих дел достаточно. Вот, к примеру, надо сделать себе противоядие. А оно делается из чего? А, я его могу создать. Крутяк, 16 хп. Ай, когда же это всё закончится? Благо, тут рюкзак запасной валяется. Всё, идём спатеньки. Ой, сейчас же извержение. Да, это было второе предупреждение. Всё окей, не паримся. Жизнь восстановлена, рассудок тоже и голод даже. Единственное, что сейчас не восстановлено, это мой мозг, который постоянно тупит. Хм, интересно, у меня есть жало? Да, 4 штучки. Так, чётенько. Теперь для комплекта для ремонта лодки мне не хватает всего лишь-то немножечко травы. Хотя, немножечко это мягко сказано. Целых 12 травинок я потрачу на это. И у меня останется всего лишь 4. О, боже. Куда я все ресурсы трачу? Но это всё ради того, чтобы вернуть свой трофейный рюкзак. Всё ради этого. Ой, пора уходить. Спасибо, Вулкан, за то, что предупредил. По-дружески. Только, пожалуйста, костёрчик, скажи, что я достаточно охладился, и мне можно уходить. Извержение, я уже готов. Можешь начинаться. Ах да, по дороге нужно заскочить на один из многочисленных островов и достать немного бамбука для рыболовных сетей. Ведь только с их помощью можно призвать это чудище. Нет, не тебя, Энк. Ты не чудище. Ты красавчик. Бамбук забрать? Аккуратно, аккуратно, Энты. Эээ, Энты, за что вы меня так приняли? Я ж ничего не сделал, эээй. То, что я бамбук украл, это не значит, что на меня можно нападать. И кокосы падают, и валуны падают. Что только не падает тут. Извержение пытается меня догнать, но я от него убегаю. Не догонишь. Я слишком быстрый. Ой, обманула, обманула, да. Надо иметь такой глаз-алмаз, чтобы заметить эти тени. Опасное дело. Очень опасное. Всё, извержение вроде как закончилось. Это же кусочек рыбы, кокосы. Всё, Энты, я с вами не разговариваю, понятно? И я обиделся на вас. Вон, я лучше у вас украду немножечко бамбука. Думаю, четыре штучки будет вполне достаточно. Ух, да что тут глазик делает? Хм, ты на кого-то смотришь. Только на кого? Ну и чё? Ах, гыш, кусанул меня. Плохой глазик, плохой. Надо факел сделать срочно и убегать отсюда. Очень неприятный опыт. В среди ночи бегать тут. А ещё и жаркий, понимаете? Всё так интересно. О, рыба. Мне надо съесть, а то у меня с голодом небольшие проблемы. Да что ж, вы тут ходите все в темноте. Энты, и дракуны, и пауки, откуда вы все берётесь вообще? Кокосики летят, но они по мне не попадут, потому что я проворный. А где моя лодка? Вот она. Фух, прям под начало дня. Кокосик, к сожалению, придётся с тобой расстаться. Рыбомеч важнее. Рыбка моя, пошли со мной. Вперёд! Ой, круто, кокосами тебя запинали. Прощаются так с тобой. Давай, хоп, и теперь я тебе хоп и хоп. Не минуты покоя, везде меня кто-то обстреливает своими тупыми кокосами. То это корабельные кони, то астероиды от вулкана. Тихо, 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 успокойся, жара. Не парься, всё будет хорошо. Покимчик пришёл. Снова ты будешь заполненным таскать мои тяжкие грузы. А вот второе предупреждение меня уже не радует. А зато радует новая абордажная сабля. Стоп, 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 стоп. Я только сейчас понял, что для рыболовных сетей... Что там ещё надо? Правильно, для них ещё нужно три верёвки. Блин. А нет, смотрите-ка, одна рыболовная сеть есть. Значит, мне надо достать где-то шесть травинок. Вот. А я знаю где. Поплыли туда. Только не на тебе, лодка, ты слишком медленная. Хотя, знаете, я немножечко попозже хочу собрать травы, а то... Сейчас мне страшно это делать. Ещё начнётся извержение, всё, мне тут поломают в очередной раз. Мозговистый отросток? Да! Мозгодрыщ! Давно не виделись. Блин, а зачем я тебя собрал? У меня ж полный рассудок. Дельфинчики, вы понимаете, как я сейчас ступанул, да? Извержение что-то не начинается, да не начинается. А я знаю, когда она начнётся. Ночью нафиг она начнётся. А нет, поглядите-ка, вечером началось. Слава богу. А, я к своему острову приплыл, балбесина. Ночь наступила. Капец. А главное, это по киму сейчас попало. И по мне может попасть в любой момент. Вот чё я должен делать в темноте-то такой? А, я к своему дому приплыл, восхитительно. Да, ты захолебал вулкан, пожалуйста, ну прекрати. Он закончился. Ух, прямо около меня один баллон упал. А, по лодке попало всё-таки. Или не попало, это просто я такой везунчик, и меня волной сшибло. Однако могу сказать точно, что это было не самым простым заданием. Очень опасным заданием. Я был на волоске от гибели. Мне обязательно надо что-то поесть. А выходом из этой ситуации послужит мне рыбная ферма. Первая рыбка есть. Вторая рыбка тоже есть. И третья тоже. А четвёртую я забирать не буду, чтобы они там продолжили плодиться. Ура, тефтельки приготовились. Счастье. Реальное счастье. Только жара и первое предупреждение. Антисчастье. А ты откуда здесь появился? Эх, сколько лет, сколько зим. Всё, тебя больше нету. Так, а на чём мы там вообще остановились? Ах да, на рыболовных сетях. Быстро туда. Девять травы есть, однако мне хочется пособирать немножечко побольше. Вдруг потом понадобится внезапно там какая-то экстренная ситуация. У меня они часто бывают. Ой, стоять, у меня лодка почти сломалась. Лодочка, моя родная, не надо ломаться, починись-ка. Давай. Ну ладно, ночью постою. Сейчас не время. Сейчас время творить. Та-дам, рыболовная сеть готова, можно идти убивать крякинот. Однако я совсем забыл про то, что мне надо взять лодочную пушку. Привет. Только замени её на ту, которая побольше процентов прочности. К примеру, сто. Упс. Я съел мозговистый отросток и наоборот рассудок упал. Эх, только фантомасик так умеет делать. Всё, лодку я починил и она готова к отправке. Теперь надо сесть на эту лодочку и её тоже хотя бы немножечко починить. И на ней сплавать до вулкана. Там я его задобрю и пойду искать крякина, а заодно и убивать. Ай, ладно, не буду париться, просто починю набором для ремонта лодки. Полнолуние. Ну тут ничего не сделаешь в полнолунии. Только постоишь у костра и поохнаждаешься. А теперь пойдёшь и поплывёшь на вулкан. Это будет очень долгим путешествием, говорю сразу. Хм, вот и третье предупреждение. Лучше мы подождём, пока закончится извержение, а затем пойдём задобрять вулкан. А заодно, пока извержение идёт, можно поделиться с вами забавным фактом. В нас никогда не попадёт метеор, если мы будем стоять вплотную к вулкану. Потому как он не настолько тупой, чтобы в самого себя метеорами кидаться. Видите, как я его обманул, да? Я прямо обманщик великий. Всё, извержение закончилось для нас, но он ещё будет долго это делать. Поэтому надо подождать. Немножечко подождать. Слушай, ты вообще собираешься заканчивать? Я тут целый день возле тебя проторчал. А всё это ради того, чтобы тебя задобрить, понимаешь, да? Какой я добрый. Знаете, это когда ты стоишь, ничего не делаешь и смотришь, как вулкан типа извергается. Это так смешно выглядит. Потому как он весь содрогается. Земля просто сплющивается. Растягиваемся. И сужаемся. Скоро спать. Давай уже быстрее, мне надо домой идти. Давайте попробуем зайти на вулкан. Попробуем, мало ли. А, да, поглядите-ка, можно. Ага, можно. Да-да-да-да-да, конечно, можно, можно. Обманывать тут меня вздумал. Ах, вот значит, я вышел и ты закончить решил. А, а то ты прикалываешься надо мной, да? Всё, побежали, быстро. А, да-да-да-да, я понял, надо выходить отсюда. Видимо, вулканчик не хочет, чтобы я его задобрял. Может, вулкан Медуз выплёвывает? Действительно, а то меня тут не было, и они каким-то образом появились. Поубиваем их. Почему бы и нет? Снова полнолуние. Да, вулканчик, пожалуйста, впусти меня к себе домой. Умоляю, ну, буквально на пару минут. Эй, стоять, а почему тут не полнолуние? Обманщики! То есть на вулкане свой мир действует, да? У него своя луна, своё солнце, всё своё. Вот такой он пафосный. Нам вообще надо в другую сторону бежать, да? Да, вот сюда надо бежать. Ладно, разгоняемся, разгоняемся, делаем скорость, ускорение, турбо. Правда, шустренько я сюда прибежал? Да, конечно, шустренько. На, кушай, дублончики. Ура! Стоп! А вам не кажется, или лето закончилось? Хренов ты, обманщик, зачем я тебе дублоны дал? Вот почему меня всегда все обманывают? Вулкан, обманщик. Зачем я к тебе тогда вообще плыл? Вот в чём вопрос. Хорошо. Пламбе. Плывём домой и убиваем Крякина. Видали, да, какой я быстрый? Хоп-хоп, и меня уже нет около коней. И хоп-хоп, я уже дома. Так, что мне тут вообще надо было сделать? Ах да, кофе. Хочется ещё немножечко адреналинчика, так сказать. Кончи! Нет. Придётся бежать отсюда. Да побыстрей. Давайте, бегите, я готов. А кактусы почему-то на друкуна не нападают. А на гонщика они тоже не нападают. Кактусы, чё с вами стало? Заходил я, значит, перед съёмками в игру, и у меня было обновление. И тут, значит, они пофиксили эту штучку, теперь никто на кого не нападает. Кактусы? Да ладно, вот это тупое обновление. Получается, я теперь могу с вас плоды собирать? Кактусы? Серьёзно? Зачем мне это? О, они все завяли, они вядут начали. Всё, я ушёл отсюда. Обалдеть можно. Вы понимаете, в какую я проблему вляпался, да? Надо придумывать новый способ убивать гонщик. Вручную я этого делать точно не буду. Проблематичненько, очень проблематичненько это будет. С наступлением дня мы идём ловить крякина. Не, ну вообще можно использовать мясистую луковицу, хотя это не очень выгодно и небезопасно. Далее можно использовать ловушки, что, в общем-то, я и собираюсь сделать. Так грустно. Таким, понимаешь, чего мы с тобой лишились? Ты, конечно, это не понимаешь, ты же всего лишь птичка. Я столько всего пережил с этими кактусами. Я их спасал, выручал, а они от меня просто-напросто отвернулись. Слава богу то, что ко мне всего лишь одна гонщая пришла. А то было бы очень-очень неприятно. Настал тот день, когда я избавлюсь от крякина. Хоть на ком-то можно выплеснуть весь свой гнев на то, что от меня отвернулись кактусы, меня обманул вулкан, и вообще всё плохо. Блин, так медленно ползём, надо кофе выпить. Вот, совсем другое дело. Раз, два, три, экипируем в сеть. И начинаем ловить чудо наше родное. Ловись, да побыстрей, пожалуйста. Призрак, привет, я это не хотел тебя беспокоить, прощай. Давай, щупальца, заденься ты уже наконец-таки. Ой, всё, сделал дело. Только что словил флейта пана, вот это да. Хорошая такая находка. И остальное, остальное уже неинтересно. Эх, попытка номер два, и последняя, если что, попытка. Сколько бы мы ни плыли, крякина не находим. Где ты, крякин, подойди ко мне, я хочу тебя побить. Ах, вот и всё. Зато у меня есть бритва. Ещё одна флейта пана. Зачем мне нужна ваша флейта пана, когда её ненаком использовать? Он возьму, лучше трубу заюзаю. Ах, вечером, да. Круто. Совсем чуток теперь можно исследовать. Не видно же ничего. Пойдёмте-ка на этот остров, соберём тут ещё немного травы и бамбука. И покараем этого крякина. А вы даже не смотрите на меня, скунсы. Вау, вы заметили, какой этот остров крутой? Тут так много пальм, веточек. Это вообще откуда? Известняковые стены тут что-то делают. Золото, удочка. Ух, сколько всего. А я разве тут не был? Мне кажется, я тут жил в самом начале. Ну да ладно, мне главное бамбука добыть, а не вспоминать о былых временах. Наконец-таки ресурсы добыты. Можно идти дальше. Путь дорогу. Первая рыболовная сеть была успешно сделана. Продолжаем ловить крякина. Рассудок, видимо, у меня сейчас будет на дне. Первая траловая сеть была успешно использована. Компас. Компас? Два компаса. А зачем? Бля, это пана. Да, вот она еще может понадобиться. Ну, блин, уже некуда ваши ресурсы девать, понимаете? Вот в чем вся загвоздка. Север. Север. А, вон он крутится, он показывает всегда строго на север. Вот в чем прикол. Зачем нам это? У нас же есть карта. И вообще, как это меня сейчас замочило? Эй, монстры, кошмары, приходите, я жду вас. Ни разу на воде не сражался. Да, куда ты на Пакима полез? Вспомнил я все эти прелести жизни с Пакимом. Сорян, но нам нужно избавиться от вот этого чуда, и теперь можно атаковать тебя. Эй, ты почему мою лодку ударил? Нечестная игра. Куда он пропал? Ой, рассудок снова падает. Чудеса. Да ладно, вот именно когда он начал падать, этот крякет пришел. Меня уже так счастье переполняет, что он хотя бы пришел. Гончий, да, приветик, вы так вовремя. Нет, сначала мне надо прибить вот это чудо-юдо. Убил. Фух. 17 рассудка, этого ненадолго хватит. Быстро к нему, к этому отродю. А, да гончий, вы тут откуда взялись? Слушайте, да серьезно, откуда они тут взялись? Ай, вот он тут стоит. Слушай, нигде нету. Только если тут. Как мне с ними сражаться? А, да, блин, просто забью их нафиг, а? Почему бы и нет? Ломайте мою лодку, ломайте. Я все равно победю, понятно? Все, прибил я вас. Да что еще одна пришла? Уходи, уходи, уходи. В ноль рассудка, прекрасно. Откуда вы все приходите? Реально, бесите, достали. Куда тратим комплекты для ремонта лодки? На то, чтобы убивать гончих, которые приходят хрен знает откуда и помного. Мочь, тебя-то тут еще не хватало. Кряки пропал. О, да боже мой. Гончий, спасибо вам. Вы мне весь кайф обломали. Ну а на этом, я думаю, стоит закончить столь неудачную серию. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться своими впечатлениями в комментариях. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok